Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередная покупочка коня. К сожалению, я совершенно забыла, что я не выставляла это видео, так как очень много материала было отснято, и среди всего этого материала данное видео просто затерялось. Хотя я была уверена, что я его уже выставила, и вчера, как раз во время стрима, мне сказали о том, что а где же покупочка, где же видео, и я думаю, неужели я забыла. И оказывается, действительно, я забыла отредактировать и выставить видео с покупочкой данного Исландика, поэтому сегодня у нас какая-то запись, и мы будем покупать этого красавчика. Но для начала надо было все-таки определиться, какую масть из этих обновленных исландцев я хочу купить. Я долго думала между гнедым, между светло-серым тоже думала, и между рыжим. Но все-таки я решила, что куплю себе рыжего коня. Но, тем не менее, перед тем, как его непосредственно купить, надо приехать в Нью-Хилкрист и посмотреть вот этих вот красавцев, красавиц. И, да, знаете, я, пожалуй, я еще решила сделать одну вещь в этом видео, когда снимала, я решила, что я куплю двух исландцев. Одного исландца я куплю старой модельки рыжика, которого я раньше очень сильно хотела. Хотя тут мне все масти очень нравятся, я их когда-то всех хотела скупить, но в итоге пока у меня их будет всего три старых исландика. Да, и как раз вот этого я покупала ее за 490 СК, а не за 900 с чем-то. Вот, и у меня после какого-то документального фильма данные лошади закрепились в голове только с рыжей мастью, и я решила вот так вот, вот таким вот смешным именем назвать вот этого рыжика. Покупаем! Я так радовалась, когда я нажала в итоге кнопочку купить, и была безумно счастлива, и сейчас, когда я захожу в конюшки, пока что они у меня стоят все в ряд, все на одной стороне, это очень клево, это очень мило и классно. Так, ну в итоге, да, после того, как я купила старую модельку, мы бежим уже не сюда смотреть остальные масти, а прямиком в Форт Пинта, где и покупаем рыжика обновленного. В итоге у нас еще один конь с очень милым именем, который я опять же нажимаю купить, и тоже очень радуюсь. На самом деле, многие думают, что сложно повторить эти эмоции, но вот этот писк, он меня уже настолько автоматический, и действительно, я смотрю и вспоминаю, с какой радостью я его покупала. Так что, теперь мы как раз после такой радостной покупки таких булочек-ватрушечек рыжего цвета, булочек-ватрушечек с корицей и смаком, можно с чистой совестью ехать уже к себе в конюшеньку и смотреть, щупать этих классных, пушистых, просто, мне кажется, одной из самых милых пород в Star Stable, коняшек. Единственное, да, я вот не помню, были ли, да, вот, я купила, у меня было свободное место, но я немножечко не додумала, как его поставить, и, да, сейчас немножко переставлю, и давайте смотреть, смотреть на исландиков, которые добавились ко мне в конюшню. Вот они, два рыжих красавца, я очень счастлива, что они у меня есть, что я их купила, жалко, что всё-таки я снимала без звуков игры, я их решила отключить, но сейчас мы просто снимаем весь этот красно-рыженький комплект с душеньки моей, своему первому ислантику, который навсегда останется в моём сердечке, и смотрим, как вся эта красота будет, ой, Тиболи, какая же ты милашка, как эта красота будет смотреться уже на обновлённом моём исландике, тут тоже, ой, какая грива, какая мордашка, всё-таки вот даже вот любовь к коренастым лошадкам, вот как раз именно поэтому я и люблю исландцев, но они небольшие достаточно, очень милые, пушистенькие и достаточно коренастенькие, так что-то у меня уздечка залагала, вот, вот теперь это смотрится всё как надо, да, это амуниция второго поколения, не третьего, так что-то, ой, как, смотрите, как чёлочка на ветру у них подпрыгивает, это же просто милашество, это же просто прелесть, и да, вот так вот, кстати, и делается сразу во время видео обложка на видосики, какой же ты классный, ой, какие милые дыбы, боже мой, просто, ах, ватрушечка, плюшечка с корицей или с маком, а можно всё и сразу, пожалуйста, да, и сейчас мы посмотрим, кстати, какие есть прически на этих лошадок, я их, конечно, уже все видела, да я думаю, все уже видели, какие на них есть прически, но меня попросили отчитаться, что всё-таки видео будет с покупкой данного коня, пожалуйста, выставляю. Причесок очень много на исландцев, и, кстати, вот мне нравится, что им сделали шишки с чёлкой, есть просто шишечки, но, кстати, вот шишки с чёлкой я, может быть, бы и сделала какому-нибудь исландцу, но своему я решила не делать. Шишки тоже хорошо смотрятся, но с чёлкой всё-таки, согласитесь, мне кажется, лучше. Потом чисто сбритая, мне лично не нравится, но на каком-то исландце, я видела, смотрится хорошо. Вот это стоящая экстрижка, я её обожаю, почему её нету на фризах и на других лошадях? Дайте её на всех лошадей, пожалуйста. Мне абсолютно, кстати, не нравится вот этот вот ёжик на голове у исландца а-ля стрижина, а здесь слишком зализано. Почему нельзя было оставить текстуру вот эту воздушную, как на первой родной стрижке, но сделать её просто короче? Так что, по-моему, я решила на нём ничего не менять, или я сделала корешку? Если честно, уже и не помню, потому что в этом копеерставляла лошадей, и он у меня стоит в конце конюшни, я его сейчас редко наблюдаю, но, кстати, надо переставить его обратно. Нет, я всё-таки решила этому красавцу, этому исландику ничего не менять, оставить всё как есть и просто наслаждаться данной породой. Анимация, кстати, мне очень нравилась, особенно вот этот вот манежный, а-ля ускоренный тёльт. Я это оценила на ура, мне оно так понравилось, этот аллюр, что я очень долго каталась, ну, в течение, правда, одного дня, потому что потом я перестала заходить в ССО, я перестала на нём кататься. Но давайте посмотрим. Мне очень нравится шаг, он достаточно быстренький, но равномерный, анимация не затормаженная, ноги куда-то далеко не тянутся. Рысь очень воздушная, прыгучая, как пружинка, мне это тоже очень нравится. Я просто в восторге от задних ног, потом... А, вот манежный, значит, обычный у него. Вот такой вот очень красиво смотрится всё. И вот как раз, по-моему, галоп. Галоп? Давай же посмотрим твой галоп. Манежный. Да, вот галоп выглядит как ускоренный тёльт, что меня вообще поразило. Кстати, вон девушка тоже на Исландике катается. Но как грива на ветру развивается с хвостом. Это вот прям... Это моя любовь. Ну и давайте карьер. Карьер вот такой вот, кстати, обычный и ускоренный. Обычный, кстати, очень плавный, мне он понравился. Дальше у нас идёт... После вот такого вот галопа на разгоне... Тормоза, слегка проезжающие, без всякой лишней эмоции какой-то, анимации. Шаг назад очень тоже плавненький, аккуратненький. Дыбы невысокие и очень миленькие, а-ля как у Паня аж должны быть. Мне тоже это очень нравится. И что у нас ещё осталось? Да, по-моему, всё. Просто очень красивые лошадки, советую. Если, кстати, задумываетесь когда-нибудь о покупке исландца, я говорю проще. Выбирайте хорошенечко масть, которая вам нравится, и покупайте. Потому что лошадка достойная, у неё есть дополнительная своя анимация. Кстати, насколько я помню, испанского шага, которого обещали в спойлерах, у неё нету. Да, поэтому исландики обновлённые у нас особенные только благодаря своему тёту. И больше ничему. Так что да, вот такое вот видео на 10 минут практически вышло. Надеюсь, оно вам понравилось. Спасибо, кстати, что посмотрели это видео. Я надеюсь, вы тоже все купили его. Напишите, кстати, в комментариях, как вам обновлённая исландская лошадка всё-таки. Какую вы лошадку купили, с какими эмоциями, с чем она у вас ассоциируется. Может быть, у кого-то в жизни была возможность покататься на исландской лошадке, и вы просто исполнили свою мечту своего давнего друга перетащить в Star Stable Online. Так что на этом всё. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. А я на этом с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их и угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующем видео. И мягкого вам тёльта. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!